Называется ВЖХ-МС, высокоэффективный жидкостной хроматограф с масс-электрометром. В ялочку здесь есть крышка. Отбирает необходимое количество исследуемого вещества. Здесь я работаю в химико-токсикологическом отделе. Мы проверяем продукты сельского хозяйства на безопасность. Конкретно моя задача проверять наличие или отсутствие антибиотиков в мясе, в молоке и так далее. Находясь в декретном отпуске, у меня появилось время. И я начала участвовать в различных проектах, направленных на развитие науки. Запустила свой проект Easy Science KG, где я делаю химию доступной для всех. То есть у нас проводится занятие по химии, начиная от детей 4-летнего возраста, заканчивая взрослыми. Где мы рассказываем о химии обычных вещей. Химия, мыло, еды, всего. И я считаю, что наука должна быть доступной, понятной для всех. И считаю, что это мой первый шаг к тому, чтобы сделать науку популярной. Все говорили, что химия – это вредно, опасно. Что если я буду химиком, то я потом не смогу родить и так далее. И это все действительно стереотипы, потому что сейчас у меня двое детей. Я когда заканчивала бакалавриат в КНУ Дюссупа Бала Сагуина, многие мои знакомые, друзья говорили, что, мол, зачем тебе еще дальше учиться? Вот ты же отучилась, уже иди на работу, выходи замуж, строй свою жизнь. Находясь в Кыргызстане, вы можете делать классные фундаментальные исследования. И для этого даже и не всегда нужно какое-то сверхмощное оборудование. Я считаю, что сейчас перед молодежью нет никаких игрок развиваться в сфере науки. Наоборот, очень много возможностей. И поэтому не надо бояться, нужно быть открытым, нужно пробовать все, найти свое и там уже реализоваться. Редактор субтитров А.Семкин